Это сейчас район Казачьей бухты. Стойка ассоциируется у севастопольцев с новостройками. А зарождался он здесь вот такими домами, сразу после войны. Дом 1947 года. Нужны инженерные, крыша, потом фасад нужен, потому что очень старенький дом. Но приступать к ремонту бессмысленно, не поработав с фундаментом. Обвалившиеся куски фасада – следствие покосившегося основания. Поэтому в фонде содействия капитальному ремонту Севастополя решили, что ремонт фундамента здесь просто необходим. Мы боялись, что потекут у нас либо стены, либо расширятся, начнут трещины. И вести какие-то дальнейшие работы на этом доме считали нецелесообразным. Взяться за именно этот вид работ. Ну и проектанты, и люди, которые у нас занимались обследованием, они нам подтвердили наши сомнения, сделали проект. Обследование нам показало, выявили участки, на которых нужно будет сосредоточиться. Откапывали, по сути дела, вручную. Боялись загонять технику. 1817 анкеров здесь. Они все заарматурены хорошо. Все связаны, заварены, оплетены. И залито все достаточно доброта фундаментом. Все усилено. Ну, снаружи уже сделана цокольная часть и обработано специальным покрытием. Строители начали работу 8 августа. Спустя месяц фундамент готов. Цена – 430 тысяч рублей. Отремонтировать именно этот дом было важно еще и потому, что здесь находится детская поликлиника. Подрядчик – компания из Самарской области. Фундаменты в севастопольскую программу капремонта внесли в этом году впервые. Поэтому подрядчик выбран с соответствующим опытом. На нем и оставшиеся шесть объектов. Особенные дома у нас в данный момент на Виноградаре. Это Орловка поселок. Там дома, я так понял, со слов жителей, они чуть ли не дореволюционные. И состояние их, конечно, такое очень тяжелое. И в процессе ремонта там возникают некоторые особенности и сложности. Ну, я думаю, мы справимся и будет все в порядке. В этом году в программу капитального ремонта вошли 174 дома. 10% из них уже готовы. 90 домов прямо сейчас находятся в работе. Уже к ноябрю число завершенных объектов существенно вырастет, уверяют в местном фонде содействия капремонту. А до конца года обещают выполнить всю программу. Ожидается, что в следующем году все виды работ по капитальному ремонту севастопольских домов начнутся раньше. Вся проектная документация на 2019-й почти готова. Михаил Журавский, Михаил Жучков, Севинформбюро.